Я хотел поговорить о такой теме, теме власти, но не в политическом разрезе, а в разрезе философства. Что можно сказать о природе власти, если попытаться к ней отнестись по-философски. Для того, чтобы эту тему обсуждать, надо сначала понять, как устроена воля. И в свое время, когда я занимался, доклады делал, мы обсуждали даже какие-то вопросы, которые мы занимались сознанием. У нас получилась некого рода такая концепция того, что представляется его воля, как она работает. Эта концепция отличается от классической концепции. И сравнить ее надо с ней. С точки зрения классической концепции, например, если можно для этого взять Канта, воля – это как бы новая причина дополнительная. То есть есть причины природные, они как-то сцеплены в некий рододетерминизм, а есть вот причины свободные. И вот свободные причины, воля является источником таких свободных причин. То есть они как-то таким-то образом внедряются в мир. И согласование вот таких вот свободных причин и причин природных, да, вот это обеспечивает Богу. Что мир природы и мир свободы гармонируют благодаря тому, что Бог там устроил. Потому что как бы в те времена не виделось, иначе как вообще возможно свободы иначе. Ну вот такое представление о воле там имеет, сразу же понятно, что если тут возникает Бог, да, и необходимость обеспечения такого рода гармонии между миром, природой и миром, свободой, требуется каких-то дополнительных, привлечения дополнительных каких-то объяснений, сразу же оно несовершенно, да. Вот есть существует иное понимание того, как устроена воля. И вот наш анализ того, как устроено сознание, позволяет, как бы, обосновывать это устройство воли. Но сейчас я не буду этим заниматься, да, обосновывать, почему я это именно так. Я просто расскажу вот схему того, как устроена воля. Воля устроена тем способом, что на самом деле существует генерация человеческая. То есть у человека постоянно возникает определенного рода желание, импульсы, побуждения. И вот эта генерация, она на самом деле существует постоянно. Мы представляем собой такой вот маленького рода забот, который постоянно производит эти генерации и импульсы. В чем состоит воля? Воля состоит в том, что она определенного рода импульсы усиливает, а другие импульсы давит. И вот все, получается, что воля, она работает как таичный элемент управления нашими импульсами, побуждениями, желаниями. То есть она, на самом деле, есть своего рода управление нашей внутренней генерации. То есть у нас возникает постоянно многообразная генерация, причем генерация всегда многообразна. Совершенно самых различных побуждений возникает. В зависимости от ситуации, места времени и прочего у человека. Мы сейчас обсуждаем человека. И вот воля состоит в том, что человек может генерацией управлять, что-то усиливать, а что-то гасить. Причем подтверждает это такие феноменологические наблюдения, что не всегда удается погасить какие-то желания. Бывает желание захлестывает, импульс гнева или импульс страсти настолько силен, что никакая воля не позволяет с ним справиться. То есть не всегда эта воля работает. Это как раз показывает, что генерация осуществляется, и что воля здесь работает как некая система, которая управляет процессом. И она в этом смысле вторична. Она сама воля по себе никакие причины не порождает. Она только является своего рода как плотиной или фильтром. Вот можно такой пример представить, что вот есть река. Река — это наши желания, побуждения, вся наша многообразная жизнь, которая генерируется. А воля — это вот плотины, заводи, которые вот эту реку как бы где-то сужают, где-то ее там расширяют, уводят куда-то русло в сторону. Или, например, выбирают какую-то конкретную часть этого русла и используют для чего-либо. Вот в этом отношении вот эта вот генерация, раз это есть, это своего рода как бы жизнь, да, вот она, она производится не нами, она просто существует, поскольку вообще мы существуем, да, как организмы. Собственно, то, что является для нас нашим, да, вот нашим является способ, каким мы управляемся с этой жизнью, как мы эту жизнь канализируем, так, по определенному роду, по определенному роду ситуации. Вот если рассматривать в этой концепции воли, что представляет собой власть, власть как раз и представляет собой возможность использовать нашу генерацию, да, для каких-то целей. Тут надо вот еще обратиться к тому, что, к тому феномологическому вопросу, что воля проявляет себя двояким способом. Один способ – это когда мы осуществляем некого рода сопротивление чему-либо, да, мы какое-то, есть какое-то, например, преодолевание или там препятствие или какого-то там затруднения, да, вот. То есть мы чувствуем волю, когда мы, собственно, как бы совершаем какое-то усилие. Причем в этом понимании воли, воля не требует какого-то осознания, да, в этом понимании воли она как бы реактивна. То есть возникает какое-то сопротивление, да, препятствие, и мы его преодолеваем. Может быть, например, о спортивной злости, да, то есть возникает препятствие, не может человек, допустим, совершить какой-то прыжок там или там, прибежать там дистанцию с определенной родной скоростью, да, вот. Как бы вот возникает некое воздействие, как бы, и человек, допустим, тренировка и прочее преодолевает это препятствие, да, и достигает результата. Это одно понимание воли, да. А есть второе понимание воли, когда человек ставит перед собой цель и пытается ее достичь. Поскольку на самом деле я вот в концепции, которой предлагается воле, нет никакой генерации дополнительной свободной, да, как в классической философии. Поскольку, поскольку, на самом деле, человек может достигнуть цели только в том случае, если он свою генерацию, которая у него присутствует, каким-то образом направит в сторону этой цели. Какая у него направит, допустим, у него есть генерации, там, тщеславия, там, гордости, там, страсти, многообразного рода какие-то, ну, я просто выражаю это какими-то словами, для того, чтобы понять, в чем идет речь. На самом деле, эти вся генерации часто слов никаких не имеют, да, это просто некого рода импульсы. И эти импульсы, например, для того, чтобы вот мы, просто более близкий пример, вот мы встречаемся и семинарием, да, что заставляет нас, на самом деле, тратить на это время, да. Ну, конечно, нам интересно, да, но в частности, можно выразить такое, можно найти такое объяснение, что есть определенного рода желание, там, прославиться, да. И человек, для того, чтобы использовать этот импульс внутренний, который, это, не только прославиться, например, получить признание, да, там, как-то, проявить себя, да, перед другими людьми. И вот этот импульс и можно канализировать для того, чтобы успешно участвовать на семинаре. То есть, вот, если есть некого рода цель, да, цель, допустим, осуществления. То есть, ты что перепутал? Согласно твоей логике, цель должна быть участвовать в семинаре, то есть, прийти на семинаре. И вот эта воля, она выбирает те импульсы, которые способны к этому подвигнуть, те генерации, например, тщеславие, например, интерес, ну, там, не знаю, любознательность, так далее. Подогревает их, гасит те генерации, которые, допустим, Жаня, поспать, поесть, там, не знаю, пообщаться, противоположным полом, еще что-то их гасит, и вперед. И ты идешь на семинар, вот так вот работает твоя воля. Я согласен, просто, вот, например, лично у меня, на самом деле, другая генерация, у меня генерация, то есть, моя цель состоит в том, чтобы написать книгу, скажем, да, и разработать какую-то проблему, да, а в частности, ее можно это сделать эффективно, можно на семинаре, да. Я хожу на семинар, и... Ну, семинар не из генерации, ты тоже понимаешь. Семинар не из генерации. Это цель по цель, как бы, ты как-то достигаешь цели с помощью других. Семинар сам по себе не генерация, конечно, но это семинар... Кто его знает, может, твоя генерация? В этом присутствует определенное тщеславие, желание, там, не, желание, как бы, там, всегда есть тщеславие, какая-то гордость и прочие какие-то там, импульсы какие-то там, да. И вот эти импульсы подогревают, в частности, чтобы прийти на семинар. Да, и я сам себя, вот, да, свою генерацию, иду, на самом деле, еще дальше. Я хочу, на самом деле, написать книгу, да, вот, разработать эти темы, и в итоге, как бы, вот, это длительного процесса, тогда цель, она еще дальше. И все равно прославиться. Нет. И решить какую-то проблему. Хотя, на самом деле, кто его знает, да, потому что это генерация, мы, я же еще раз говорю, что согласно логике... Нет, то, что он хочет прославиться, это понятно. Иначе ему не на что было бы опираться, то есть эта генерация есть. И с этим никто не спорит. Но так же есть желание огромное, лежать на диване, огромное желание. Вот. Но ему не дают воли. И вопрос состоит в том, что... А счастливых людей? Ну ладно, это как бы я так в качестве примера проводил, мы же нет обсуждания. Вопрос следующий состоит. Здесь вот возникает, и так же для примера, можно сказать о ниши. Да, вот в ниши есть, мы это даже немножко обсуждали, это такая проблема, состоящая в том, что в каком-то смысле христианство, да, пыталось точно так же вырастить определенного рода вида людей. Да, то есть, как бы вот есть какая-то генерация людей, там люди, в принципе, изначально, они дикие какие-то там, они там склонны к убийству, там, к насилиям, к разбоям, ну, ко всему. То есть, у генерации самая разнообразная, да, христианство пытается вот все это многообразие, как бы стеснуть, да, и дает в качестве цели какого-то вот такого человека, там, в виде святого, да. Ну, она... В котором вся эта генерация... Скажем так, давай так, можно даже четко сказать, что она делает. Она вводит в эту вот анорфную массу генерации и иерархию. Вот, что происходит. Она говорит, вот это есть высшие генерации, вот это есть, как бы, промежуточные, вот это есть низшие. Вот, но этого недостаточно. И таким образом... Она говорит, что надо искоренять страсти, надо их уничтожать. Нет, ну, конечно, иерархия, она никогда не бывает, как бы, просто вот такой безопасной вещью, что ты ввел ее, и она остается иерархией, и к чему не призывает. Естественно, она автоматически, из-за того, что раз есть, как бы, такая расстановка, значит, понятно, что нужно гасить, а что нужно... Да, да, одни страсти нужно гасить, а другие – врачи, да, как бы, вот. То есть, и это, собственно, ну, тут у него возникла проблема, да, которую он постоянно следовал и который обсуждал, что вот при таком отношении к самому себе насильственно, да, когда, на самом деле, вырезаются все страсти, которые не угодны ради чего-то, какой-то одной идеи, да, вот идеи какого-то такого идеального святого, да, то тем самым, на самом деле, гасится вот этот сам поток жизни. Потому что, если, вот, если этот поток жизни мы постоянно будем гасить и не давать возможности ему реализоваться, то он превратится, вот, если мы, условно говоря, как в нашем примере в виде речушки, если мы сделаем из нее заводь, то там встанет болото. Болото, как бы, потом из этого болота, в этом болоте, как бы, сама жизнь начнет гнить. Нет, ну, речушка плохой пример, потому что с речушкой, как получается, тут много страстей и много ручейков вытекает. Нет, а если построить... Мы перекрыли два, вся вода потекла в третий. Поэтому, в этом плане, жизнь не оскудилась. Как согласно, низший вопрос, христианство перекрывает всякий поток, в принципе, все поток, ради каких-то идеальных, идеального человека, идеального святого, понимаешь, все страсти ведь должны быть искренны. Нет, не все же в нашей, не все же в нашей генерации есть страсть. Зачем с этого? Это действительно не так. Если она будет некую иерархию, то, значит, что-то она, что-то христианство понимает, как высшая генерация. А что это такое? А это, ну, любовь, такой, там, добрые дела. Да, какой-то там добрые дела, добрые. Нет, добрые дела, вот тут и в этом определении. Не бывает никаких добрых дел, никаких импульсов свободных. Всегда бывает только какая-то генерация, которая направляется на добрые дела. Сострадание, вот сострадание, есть некая генерация, есть, да, сочувствие, направленность на другого. Вот это, да, ну, в конце концов, любовь. Вот эту генерацию никто не предлагает, любовь, там, любовь к Богу, да. Сострадательная любовь, постидающая любовь, там не любовь к плоскому, а другая любовь. Почему есть плоскому? Нестрастная любовь. Ну, никто про страстную не говорит. Ладно, давайте как бы, я буду просто продолжить тогда. Я просто говорю, что образ с лучевиком лучше не использовать здесь, потому что он меньше плов может эскерирует. Гораздо лучше, если растет трава, и половину из нее срезали, естественно, меньше стало жизнью. Хорошо. Главное, что понятно мысль, можно образы разным придумать. Так же психоанализ. Другое развитие этой же темы. На самом деле, психоанализ тоже в этих же термах рассуждает. Он говорит, что есть некая жизненная энергия, либидо, и если она не реализует себя в определенном направлении, если не дается возможность реализовать себя сексуально, то она реализуется в других сферах. Допустим, в культуре или в извращении. В чем-то так он в другом. Здесь энергия все равно должна куда-то канализироваться, она никуда деться не может. Генерация продолжается. Но это ближе к крючок куда-то. Мы ничего сделать с этим не можем, на самом деле. Это все примеры просто, они только иллюстрируют, они ничего не обосновывают. Показывают, как работает вот это понимание воли. Здесь воля понимается в том смысле, что она всегда постфактум работает. Она сама ничего не порождает, она только управляет процессом. Но Фрейджи, в отличие от Митши, он не утверждает, что вот эта вот сублимация, или что вот это вот подавление одних страстей, которые приводят к канализации энергии в другое русло, что это есть нечто негативное. Нет, в конце концов он предлагает осознать все наше бессознательное с той целью, чтобы опять же еще раз и окончательно уже присвоить, присвоить себе все, присвоить себе власть над самим собой. То есть в конце концов мы как раз эту власть должны установить тотально. Мы не властны из-за того, что что-то выпало из нашей сферы сознания. Вот, мы должны устранить этот момент, чтобы канализировать уже полностью. А может быть пытаться в начале тезис какой-то высказать? Да, да, да. Чтобы сразу... Я до сих пор просто попытался, как бы, модель того, как эта воля существует, как бы, как просто вокруг и около походить, показать, как она работает. И все. А теперь я хотел перейти, как эта воля работает в смысле власти. В классическом понимании, если волей появляются порождающие причины, то как осуществляется власть? Власть все таки осуществляется, что, как вот Бог творит мир, да, то есть в виде порождения. Когда, если я что-то порождаю, оно по факту моего порождения находится в моей власти. Как осуществляется власть в этом случае? Если я ничего не порождаю, да, на самом деле, если вся генерация, она не моя. Вся генерация осуществляется, ну, природными силами, там, моим организмом и так далее, да. Я, на самом деле, в этой генерации могу что-то выбрать, а что-то отбраковать, да, там, что-то, как бы, усилить, да, что-то, как бы, ограничить. То есть вся власть состоит только в том, что я могу, на самом деле, вот, используя свою природную генерацию, направлять ее в природном направлении. Все. Потому что, иначе, если я всю генерацию ограничу, то, как бы, я вообще ничего не смогу сделать, потому что я ничего родить не могу. Воля ничего не рождает, она, на самом деле, только ограничивает или усиливает. Все. То есть получается, на самом деле, что все человечество, оно, оно может, на самом деле, процветать и даже вот нравственность, нравственность зарастать. Только в том случае, если она сама будет свои, одновременно и свои страсти усиливать. Потому что иначе оно не может двигаться в этом, даже, пускай, каким-то добрым целям. А как, в каком смысле, усиливать? А разве как бы мы вообще властны над этими генерациями, вот так, буквально? Мы над генерациями не властны, мы можем их усиливать. В каком смысле усиливать? Воля, она вот что-то выбирает. Вот сам его, как бы, усиливает. Что значит все? Что значит усиливать? Вот мы, как бы, можем же упражняться, допустим, да, и физически стать сильнее, бодрее, дальше прыгать, больше бегать. Но это же не генерации? Нет. Генерация – это желание какое-то. Послушай, вот у тебя есть какая-то генерация. Как ее возвращать? Ты постепенно начинаешь эту генерацию так же упражнять, как мускульную силу. И постепенно она усиливается. Что значит усиливать? Я не говорю усиливать в момент самого генерации, а усиливать в том смысле, что ты ее осилаешь. Ты как бы на ней, как бы, на нее педалируешь. Вот, например, если взять лично меня, на самом деле, то у меня вот есть генерация гнева, допустим, да? Но если вдуматься, на самом деле, я весь этот гнев канализирую, как бы, в некого рода энергию, да? Я ее использую для того, чтобы, там, размышлять, думать, там, говорить. Это и происходит. Я уже к этому привык, я уже, на самом деле, просто… Уже… Мне трудно даже этот процесс контролировать, да, чтобы не гневаться. И также какой-то другой человек, например, вот у меня было в детстве, опять же, тут каждый раз надо рассказывать такие вещи, да? Вот генерация… У меня было вообще… Ну, я был достаточно зависим, да? И у меня, на самом деле, это… Или сказать, может, другими словами, я, на самом деле, хотел стать лучше других, да? Как-то лучше, там, больше пятерок получать, там, дальше бегать, прыгать и так далее. Я всегда пытался себя с другими сравнивать, да? И, как бы… И за счет вот этой зависти, да, за счет вот этой вот генерации быть лучше и так далее, да? Я, как бы, на самом деле, становился… Реально, как бы, двигался каким-то другим горизонтом. И когда я достиг каких-то успехов, я понял, на самом деле, да, что причинам всего этого была зависть. Но она позволила мне, на самом деле, вот, получить какое-то образование, там, научиться работать и прочее. И так вот, многие наши вещи, на самом деле, которые мы уважаем в себе, нашу образованность, нашу воспитанность и прочее, на самом деле, имеют корни вот такие, низменные. И, более того, на все наше добро, которое мы совершаем, да, оно тоже, и минус, и прочее, оно тоже имеет вот такие корни. И не надо этого стыдиться. Так работает просто… Работает… Ну, ты вот все время выбираешь вот такие генерации. Хорошо, хорошо, я согласен, что, наверное, есть какие-то… Да, просто эти генерации, иногда, это невозможно назвать точно. Вопрос в следующем состоит. Вопрос, на самом деле… Вопрос состоит в том, что… Вот, и я привел пример человека для того, чтобы описать, на самом деле, социальное целое, конечно. Потому что, дело в том, что, как бы, социальное целое, на самом деле, строится по модели того, как устроен человек. И более того, на самом деле, даже теология, да, это… Говорит о Боге, на самом деле, точно так же, как устроен человек. То есть, на самом деле, человек смотрит на себя и рассказывает, и все остальное, на самом деле, точно так же устраивает, как он устроен сам. это вот модель, общая модель для общества и для строения мира. Немного ты как бы так сейчас вспомнил насчет теологии, наверное. Ну, я сейчас объясню, почему, как бы, вот, насчет теологии, если интересно, да, Бог, это, создаёт мир, да, и, казалось бы, обладая всем совершенством, он мог бы его создать в совершенном, один раз, но и навсегда, да, и не было бы никаких проблем. Тем не менее, на самом деле, возникает проблема, возникает перепадение, целая история человечества, Богу приходится в христианстве вмешиваться в этот процесс, приходить, да, там, распинаться и прочее. То есть, это что означает? Это означает та же самая модель генерации, да, то есть, вот, есть некая модель генерации, произвелось что-то, мир произвелся, а потом, на самом деле, эту генерацию надо управлять. То есть, можно рассмотреть этот модель так, Бог постоянно производит мир, он, на самом деле, является вот этой творящей инстанцией, ежесекундной, ну, как бы, постоянной творящей инстанцией. Но он только творяет то, что массу творящую постоянно поправляет, вот, как бы, контролирует и управляет, и, как бы, извне, как бы, вот, это, в нижней инстанции воли что-то усиливает, а что-то, как бы, там, подавляет. И тут, на самом деле, самое главное, что воля не является самопроизводящей, она только является контролирующей, то есть, она только отсекает, либо усиливает. Усиливает в этом смысле, как я сказал, что мы волей можем что-то упражнять, мы можем упражнять себя определенного рода страсти, там, наклонности, желания и прочее. Мы можем все это упражнять. И общество, на самом деле, точно так же построено по этой модели. Примитивные какие-то общества, да, они основывались на роде. И там, как я вот пытался к этому, вот, этот вопрос зайти, там, что там не было правителей. Ну, как бы, там были более-менее равные некого рода родовые общины, там, где цари какие-то, там, какая-то своя, там, причем, скорее всего, бессознательная общность, да. И вот, когда появляется сознание, то возникает вот определенного рода необходимость возникновения правительства и правителей. Почему? Потому что правители, на самом деле, являются той самой инстанцией воли в обществе, да, которая, на самом деле, должна, вот эту генерацию общественную, она должна как-то управлять какое-то русло канализирования. То есть, это, причем, как бы, правитель сразу берет себе две функции, прежде всего, да, функцию наказания, да, и функцию, как бы, представительства. То есть, точно так же, как и наша воля, да, мы, когда говорим от себя, мы всегда говорим от лица своей воли, и именно наказываем тоже, как бы, от лица своей воли. То есть, мы сами себя, как бы, ограничены в чем-то там и прочее. И точно так же государственность, да, и государство в виде представителей государства, оно обязательно, как бы, она определенного рода жизнь, допустим, человеку в обществе разрешает. Оно разрешает ему одно дело, второе, третье, но запрещает ему, там, вот, допустим, убивать, грабить, там, да, еще какие-то проявления, какие-то генерации, там, запрещены. Причем, получается так, что, вот, есть люди, которые могут свою генерацию соизмерить с социальным целым, то есть, с требованием правительства, да, с требованием законов, там, государства. А есть, которые не могут. И те, которые не могут сами себя ограничивать, тогда их ограничивает государство, сажает в тюрьму, там, оказывает и прочее. То есть, вот, во всем этом, как бы, простая модель, да, вот, что такое, получается, власть. Вот, власть, это, вот, некого рода инстанция воли, причем, вторичная, она, на самом деле, ничего не производит, да. Она, на самом деле, она только контролирует их проблемы. И тут возникает проблема всякого рода администрирования, да, вот, всякого рода администрирования, ну, всегда, конечно, стремится к лучшему. Но, на самом деле, в администрировании это же пустое занятие, потому что само администрирование ничего породить не может. Потому что порождающей инстанцией является нечто другое. То есть, порождающей инстанцией у нас является наше тело, там, да. Порождающей инстанцией в обществе являются какие-то отдельные люди, да, которые, там, с чем-то, с какими-то социальными занятиями занимаются, там, там, кто, там, работает, кто работает, кто производит товары, услуги, кто занимается государственным трудом и так далее. Администрирование может только, обозревая это поле, что-то там запрещать, что-то усиливать, давать туда деньги, инвестиции и прочее, дороги для тех строек. То есть оно что-то может усиливать, а что-то может это гасить. То есть государство точно так же работает, как отдельный человек. И мы, собственно, точно так же сами к себе относимся. Мы хотим себя сделать воспитанного, полноценного гражданина или образованного человека. Но все помнят детство, хотелось бегать, прыгать и скакать, но мы как бы себе это ограничивали, заставляли себя работать. И так же общество устроено, и так же устроено даже более того, наше представление огонь. Точно так же и Бог. Бог ведь не хочет, чтобы мы занимались всякому роду непотребствуемому. Он почему-то хочет, чтобы мы были какие-то там особые, специфические люди. Есть у него какое-то представление об идеальном человеке. Он хочет, чтобы мы соблюдали какие-то там запроведи, выполняли какие-то требования. Вообще любви он хочет. Любви хочет. И многое, что он хочет еще. Но не важно. Важно, что он как-то. В принципе. В принципе, на самом деле. Если эту модель принять, то если воля не является порождающей инстанцией. То она просто мешает. То воля, как я говорил, она имеет две функции. Одна – преодоление препятствий, а вторая – это постановка целей и их достижение. То тогда получается, в практическом применении здесь какое имеется? Имеется, что если мы хотим каждый из нас или государство церковь достичь какой-то цели. Мы должны понимать, на самом деле, что энергия для этого у нас, она вот та самая низменная какая-то, которая в нашем теле присутствует. И мы должны, на самом деле, придумать каким-то образом, каким способом, например, тщеславие, славолюбие, гордость, гнев и прочего рода страсти направить в нужном нам направлении. То есть, я хочу написать книгу. Ну, как меня заставит, на самом деле, в жизни совершить такую усилию? Не хватает проблем. Мне надо, на самом деле, взять какие-то мои страсти, обуздать их, да, и направить в эту сторону. Ну, то есть, ты, как бы, рассудаешь, как, действительно, как наши, ты прекрасно, со мной рассудаешь, как наше правительство, как наше КГБ. Возьмем, допустим, существующих националистов в этот уголовок и используем эту генерацию для достижения полезных целей. Да, именно так. Вот так, на самом деле. И цинизма, как бы, происходящего, ты и не видишь. Нет, я делал в том, что можно сколько угодно, рассказывай ему. Послушай, можно сколько угодно об этом видеть, цинить. Ты, по сути, оправдал. Я еще раз говорю, я не занимаюсь сейчас идеологией. Я говорю о том, о реальных. Вот есть некого рода реальных. Вот есть у меня лично, там, или у общества нашего какие-то, ну, какого-то рода реальных, да, какая-то энергия. И мы можем исходить из того, что только вот этой энергии, другой у нас нет. И только ее можно куда-то там... На самом деле, на самом деле, в этом месте уже есть ложный тезис. Потому что, как работает действительно эта воля? Она же не просто так вот берет и выбирает из того, что есть. Ты правильно сказал. Она может, как бы, что-то взращивать во временной перспективе. Во временной перспективе. Может, как бы, что-то гасить. Более того, она может перемещать тебя просто. Вот, допустим, у меня часто так было. Я понимаю, что вот если, допустим, я окажусь где-нибудь, ну, зимой, да, окажусь вот там, где горнолыжный спуск. Или просто где лес и снег, и вот у меня будут лыжи, я буду с радостью кататься. Да, но пока я вот здесь, в потенциальной яме, лежу на диване, я ни за что не встану и туда не пойду. Но если каким-то образом, так сказать, меня взять туда переместить, или я, допустим, себя возьму, у меня нет еще и генерации, вот никакой, и желание там этого, у меня ничего туда не тянет. Но если каким-то чудом я себе туда переместил, все, там генерация пошла. Таким образом, воля зачастую берет просто нас и перемещает, без всякого основания, перемещает туда, где генерация будет. Это как в Хейдегерском смысле, да, туда, где свет, там, не знаю, туда, где, там, еще что-то, в другое место, вот, где меняются мы и наши генерации. Можно и так говорить, да. Соответственно, вот это гораздо более для нее, ну, то есть, здесь она выступает и как некий творец, вот, в каком-то смысле. Нет, ты сейчас пытаешься рассуждать вопрос в технике. Я же не пытался, как конкретно этот механизм. Это я к тому, что не обязательно, так сказать, пользоваться теми генерациями, которые есть, и из них, так сказать, из того, что было, там, то и слепило, да, а можно просто переместиться. Ну, понятно, но это, что значит, как генерация-то возникает? Они же, генерация возникает, ты в какой-то обстановке находишься, у тебя одна генерация изменилась, сколько изменилась генерация. То есть, советская, советская пропаганда, она изменила генерации людей, понимаешь? У них действительно, они далеко не только, исходя из Чеславия, там работали, еще с чего-то, были такие генерации, которых сейчас, допустим, нет. Я говорю про генерации, это примитивные немножко. Они тоже были примитивные, по-своему. Все наши, как бы, высокие уровни, это состоят из предпримитивных, никакого рода, движений, да. Но это не совсем так. Вот, вот, как раз вводить уже иерархию, различать на примитивные, непримитивные, это уже изначально, как бы, ну, отступать от твоих же собственных концепций. Да, это уже более, как бы, дело власти даже, да? Да, да. Слушай, а ты, еще дальше что-то будет? Нет. А, уже нет, и все. Не, ну, смотри, как бы, вопрос еще про генерацию, если уж так это заговорили про генерацию. Что такое буквально в смысле генерации? Вот у нас есть поле сознания, да, и наши импульсы, для того, чтобы управлять огромным организмом, как в целом, наши импульсы должны как-то, они могут же вступить в некого рода противоречия, да, в некого рода конфликты, и надо эти конфликты как-то разруливать. Допустим, ты, я сейчас сижу здесь, да, и говорю, на самом деле, но у меня на том, что есть генерация, что я хочу попить, или генерация, что я хочу сходить в туалет. На какой-то степени, на самом деле, как бы, на, на, на почве своей воли я могу, как бы, ограничить себя, и не ходить пить, и не пытаться там сходить в туалет. Ну, это определенный уровень. То есть, это же... Это понятно все. А я говорю про то, что... Ну, с другой стороны, но она же не, это, ходить в туалете и попить, это же не та генерация, которая есть постоянно. Это просто, в данном случае, сейчас она возникла. Вообще говоря, организм это многообразное, сложное целое. Как он ее там работает, как он работает конкретно, это же не обсуждается, мы же обсуждаем философский вопрос. Вот, а философский, я и говорю, что очень важно, что ты, как бы, создал генерацию, ты приехал сюда на семинар, и у тебя именно здесь уже возникло желание говорить ему. В этом генерации, когда я сюда приехал, я не создал генерацию, не помимо всех прочих. Ну, то есть, понимаешь, что ты делаешь? Если ты мог философствовать дома, ты бы и философствовал дома. Куда ты приехал, чтобы не только, чтобы, как бы, пообщаться с людьми, но чтобы тем самым себя, как бы, ты сам об этом много раз говорил, что в этом есть, как бы, высокая хитрость. Ну, я не создал генерацию, когда сюда приехал. Генерация происходит постоянно, она вообще непрерывная некого рода процесса. ее не ограничил до этого нет как раз как нету как ну вот в туалете не очень просто есть особо не хотел бы шел вы стараться красивый стол захотел захотел еще раз я даже чем себе под генерации ты не какой-то одно что-то это все наше взаимодействие с миром который выражает много генерации потому что мы пытаемся в них в принципе люди пытаются них разобраться дать им слова какие-то там такие простые генерации как покушать там поспать там там не знаю там еще какие-то стандартные там мы дали слова числами дались это там слова слава слава гордость и прочее многим им просто даже слов не может есть такое понятие так как бы опять же очень достойчиво и естественно слава труда подобрать как религиозный какой-то опыт или религиозное переживание и люди специально идут в храм они себя туда приводят чтобы с этим встретиться и идут туда потому что как бы допустим с этим сложность карты и даже нас хочет мне сказать что в другом месте возникает другой генерации я с этим не спорю я же сказал это зависит от нашего взаимодействия с миром и вокруг нас не развиняйся и наш организм отвечает на негоministрирует сигнад Super 광an не порносит Материя ман Ten Lion Mom Inflation воле не порождает Генерация А что есть в порождении? Генерация порождается если ты хочешь при этом отношении мы не порождаем то до чего мы ассоциируем себя, то есть в воле мы ничего не порождаем Для того чтобы μπορούл рождать не обязательно как бы быть матерью из луна которая выходarts Мы говорим о причинности что является причина причин целевая то есть четыре причин потому что является причиной генерации у него как бы причина ну другая действующая но это действующая причина генерации не относится к нам это не наше всегда находимся в состоянии что она уже есть у нас какие-то появляется там их побуждение мотивы желания и прочее и мы должны с этим делать вот и все и на каждый раз оказывается в этой ситуации порождающие генерирующие начало есть управляющие как машине есть двигатель который просто работает а если руль которым мы рулим рулем рулем это вот наша воля как два двигателя работает 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 пока есть топлива А почему ты думаешь, что воля как таковая и функция управления – это не такая генерация, а вот тут генерация? Вопрос же не взрослый в том, что дерево, 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 идея дерева рядом, да? Нет, вопрос уже. Ну это так, потому что воля здесь выступает как форма, а эта генерация выступает как материя. Да не нужно никаких слов других. Воля выступает так. Ну вот еще раз говорю, вот как реостат работает. Тут есть ток, который, да, реостат меняет как бы сопротивление. Как эта машина двигается. То есть работает двигатель, если никто не рулит, то машина там устроена, и все. Да, Игорь имеет в виду, что иногда как бы не хочется ничего валить. Пусть оно как бы генерируется, как генерируется. Ты это имеешь в виду? Нет, потому что эта генерация… Я просто говорю, что воля власти обладает такой же, можно описывать, Игорь, и в этом, кстати, состоит другая проблема. Вот, извините, непонятно. Ты объяснил власть как воля? Да. А как будет звучать воля к власти? Потому что воля к власти – это просто расшифровка, что такое воля. Всякая воля – всегда воля к власти. Воля к жизни – это, на самом деле, та первичная воля, которая продалевает препятствия. Потому что воля к жизни возникает только тогда, когда что-то сопротивляется жизни, что-то мешает жизни. Есть два проявления воли – воля как преодоление препятствий и воля как достижение цели. Воля как преодоление препятствий – это воля к жизни. Но, на самом деле, когда у нас все в порядке, у нас никакой воли к жизни не проявляется. А проявляется только, когда есть какой-то риск в жизни и нам нужно что-то совершить. А есть воля как постановка цели. Так воля как постановка цели – это и есть воля к власти. Мы ставим цели для того, чтобы властвовать. Это то, чтобы достигать каких-то рейдов, чего-то достигать. На самом деле для целей самосохранения нам никакой цели ставить не надо. Потому что мы просто находимся в какой-то гомеостазии и все. То есть в каком-то равновесии находимся, нам этого достаточно. И все животные в равновесии своей ниши находятся в равновесии, им достаточно. Они никуда не стремятся. Но мы почему-то куда-то стремимся. И вот это вот наше устремление куда-то, это уже другого вида воли. Это воля, которая является волей к власти. То есть воля к расширению, к некому расширению горизонта. Хорошо, извини, ты объяснил понятие воли через понятие власти. А что такое власть? Ну, власть это... У тебя сцеплена, получается, воля с властью. Просто слово власть на самом деле, да, получилось, что... Она как бы, когда мы говорим о конкретном одном человеке, то всегда речь идет о том, обладает сам человек собой или не обладает. То есть когда мы говорим про волю, это какие-то отдельного рода акты, да? То есть человек может быть в отдельном акте волевым, как бы, а в целом он собой не обладает, он в целом, как бы, там, раб, допустим. Да, но обратите внимание, что настоящее обладание самим собой, это не поддаваться общению на какие генерации, то есть. Просто сидишь и... Почему нет? Почему? Как раз именно волевой человек это наиболее безвольный человек. Нет. Это... Есть такое понятие, оно связано с понятием колонокровия. То есть есть колонокровный человек, да, который, как бы, в любом теле, как бы, не поддается никаким... Да, а если он не поддается человек, это что? Это означает, что им овладевает какая-то генерация, которая подавляет все остальные. Это и есть воля. Ну, и мне больше всего прикалывает, что, я же уже раз говорил, есть две воли. Воля, которая преодолеет препятствия, и воля, которая ставит цели. Человек волевой ставит цели, хочет ее достигнуть. Но у него есть то, что есть. А оттуда боль, а цель откуда берется? Откуда она высекает? Смотришь, у тебя генерации, генерации приходят, так сказать, от генерирующей причины. Прекрасно. Вот. Генерации много. Каждая, как бы, в том лесу и в огород. А как вы хотите пояснять? Пояснять меня не надо. Сказал откуда? Я сразу расскажу, что вот у животных есть как бы врожденные цели, да, которые связаны с эссинтами. Там надо покушать, там... Генерации, это не цели. Нет, в самом движении, что такое цель, на самом деле? Цель – это некого рода конечный итог каких-то действий. Есть как бы этот конечный итог, и цель всегда присутствует, потому что всегда есть, у всякого рода действия есть и завершающий итог. То есть животное, у него голод возникает, вот генерации, это чтобы надо поесть. И животное ищет пищу, оно находит эту пищу, насыщается, и тем самым как бы свою цель осуществляет. Генерация окончается, да, ему надо потом у него генерацию поспать, там, или генерация там спастись, убежать там. А он убегает и совершает тем самым. Это действие свое, да? Но все эти цели вшиты в саму эту генерацию. То есть они как бы, сама генерация – это же не полное движение. Хорошо. Говорить, когда я говорю о целях, это имеется в виду сверх таких целей. Хорошо. Ну, сверх таких. Вот сверх, как бы, в наших инстинктах мы можем поставить цели, которые непосредственно никак не связаны с инстинктами наших. Ну, хорошо. Я переформулирую вопрос, вот, следующим образом. Я, как бы, вот, мне кажется, заострю вопрос Игоря. Как можно различить ситуацию, когда вот эти множество генераций управляются волей, подавляется что-то, что-то, так сказать, наоборот, взращивается и так далее, от ситуации, когда генерации вот эти вот входят в конфликт на свободном поле. Никакой внешней воли нет, никакого единого принципа над ними нет, но одна генерация побеждает другую, потому что сильнее. Вот как бы, как различить эти вещи, как волю отличить от, как бы, демократии. Вопрос в следующем, это на инстинктивном уровне, вот, как Игорь описал, так вот получается, да, какая-то, какая-то необходимость более насущная, чем другая, да, и это у нас тоже вшито. Это вшито у животных, у всех вшито это. На, на, здесь вот возникает как раз та проблема, как вот надо перейти к пониманию того, что такое сознание. Это невозможно уже объяснить на уровне воли, потому что вот эта вот воля, которая ставит цель, это не простая воля, это сознательная воля. И надо объяснять, что такое сознание. Откуда, как мы ставим цель? На самом деле наше сознание, оно на самом деле наполнено как бы содержанием, которое превышает нам необходимое, нам, нам то содержание, которое содержит сознание, нам не нужно. И вот это вот содержание, которое присутствует, да, оно на самом деле, мы в этом содержании живем. Это наш мир, на самом деле, мир нашего сознания, в котором мы живем. И вот мы в нем как-то ориентируемся. И вот возникают какие-то другие цели, связанные с тем, что есть сознание, и есть в нем какое-то содержание, по-моему, инстинкт. Так откуда вера в субъект? Я тебе поясню на нашем языке, на котором мы с тобой занимались этой теорией сознания. Поясняю, каким образом ты переходишь от субъектов генерации, от вот этих действующих причин, какой их много, тело там, такой-то орган тела, другой орган тела, тщеславие, гордость, еще что-то, еще что-то. От вот этих множиться субъектов, у каждой генерации свой субъект, к некому субъекту воли. Ну, сознание субъекта воли. А с чего ты взял, что он есть? Ну, сознание. С чего ты взял, что на самом деле не происходит борьба этих субъектов и побеждает один. Все бы сейчас один, завтра другой, как царь горы. Еще раз говорю, что воля, как бы, иногда случается так, что генерация настолько сильна, на самом деле, что она подчиняет... Не является ли субъект воли мифом? Вот о чем я говорю. Не является ли воля, как ликовая, мифом? Субъект воли – это сознание. Сознание – это миф, сознание у нас есть. Сознание не... Да, как мы уже сняли, не обязательно рассмотреть воля. Должно иметь субъект. Поля, поля, поля информационная. Сознание – это есть воля. Сознание – это есть субъект. Она состоит в следующем... Сознание – это пространство, пространство – это не субъект. Вопрос, я хотел еще, опять же, к нитше отнесить. Помните, мы обсуждали эту проблему Сократа, да? Говорилось о том, что вот Сократ там... Он развращал, как бы, Афинян, да, как бы, там... Афинян. Он сам же и лекарство принес. Он был, как бы, сам был болезнью и сам был лекарством. Лекарством – это было ничто иное, как, ну, кто хочет посчитать, то не считаю. Лекарством было это разум. Так вот, то, что, как бы, об этом здесь описывает нитше, в каком-то смысле я говорю, это я описываю и я. На самом деле, вот это вот... Я хотел вот это рассказать на примере морально, да? То есть я начал это рассказывать, там, ну, избиться там. Я хотел вам показать, на самом деле, что возникает новая генерация, действительно, в виде такой инстанции, как воля, да, но только генерация несмысливает этого субъекта. И даже нет, наверное, генерацию нельзя назвать, да, иначе будет путаница. Ну, возникает вот такая инстанция, как сознание, да, которое, на самом деле, управляет всеми остальными генерациями, для того, чтобы они не входили в противоречие. Она является той учреждающей инстанцией, которая позволяет человеку не развалиться на части, которая позволяет ему вот эту совокупность противоречий друг другу инстинкта привести в некое упорядоченное, то есть, да, вот разумом, вот он не занимается, чтобы упорядочить. Все прекрасно. Так вот, ты просто ведь потом перешел к государственному устройству и государственной власти, так вот и посудил аналогию полную. И государство не занимается. Потому что государство может быть разным, может быть анархия. И это случай, когда нет никакой власти. Да, правильно. Может быть, там, не знаю, демократия, может быть парламент. Я еще раз ярко говорил, и вот условно говорил, что почему у государства возникает верховная власть. Я и говорил о том, что это точно так же, как у человека возникает разум, да, возникает необходимость управлять этой инстинктами, которые направили друг на друга, да, как-то их упорядочить, чтобы не возникала катастрофа, возникал хаос. Я же говорю, на эту картинку можно поставить другим способом. Что у тебя большое количество всяких инстинктов, как ты выражаешься, генераций возникает. Импульс, мнение, желание, все подряд. В их ситуации побеждает какого-нибудь одно. Ты этой генерации следуешь, а потом задним числом говоришь, что у тебя воля была такая. Ну естественно. Я этого так сильно хотел, на самом деле. Вообще, Игорь, если ты уже говоришь так, если ты как бы оправдаешь, значит, все-таки воля у тебя действительно есть. Вот. Но кто-то другой может создать. Просто это противоречит практике, потому что есть такое понятие, как воспитание. Если бы его не было, тогда было бы, как ты говоришь. Если бы не было социальной упорядоченности, все то, что ты говоришь, противоречит постоянно. Социальная упорядоченность воспитали в меня какую-то любовь к Логине, и она у меня победила перед этим. Еще раз, что... Что из этого следует, что я волевой человек? Нет, просто следует, что у меня был хороший воспитатель. Игорь, это воля. Это не обязательно, чтобы инстанцией воли был ты. Если, допустим, я буду тебя дрессировать, то инстанцией воли буду я, а генерация будет твоя. Ну вот. То есть, например, я могу воспитывать животного. У животного есть генерация. Он хочет, извините меня, пописать, покатать, в каких-то отдельных местах, порвать обои, прыгнуть на шторы, как мой кот делает. А я, это все генерация, а я могу, воля-то могу выступить здесь я, я могу ее ограничить. Вот, вот, подожди, можно... Стоп, 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 можно я... Так вот, и получается, что у тебя воля, и субъект воли, является не онтологической единицей, а эффективной, как бы, фактической единицей. Она не привязана, то есть вот, она может быть, может не быть, может принадлежать другому, так сказать, откуда-то извне приходить, это воля. Вот о чем я говорю. А когда я говорю про государство, и про то, что правительство, и там, это властитель является вот этой волей для всего остального, так это что, естественно? Я же говорю о том, что модель одна и та же. Нет, ну, когда мы, если мы, допустим, занимаемся, ну, не знаю, там, идеям человека, да, то либо воля есть, либо ее нет, понимаешь? Нельзя так сказать, что вот она как бы может быть, может не быть, может... Значит, можно... Антон, просто вопрос сейчас, это в рамках маленького семинара, ты предлагаешь сейчас все исследование сознания поднять. Это просто... Давай возьмем на веру, на самом деле, что есть некоторая инстанция воли, да, и бургет, и как она работает, просто на веру. Хорошо. Потому что иначе это требует действительно сейчас поднять вопрос, что такое сознание, как оно работает, и почему оно так просто на ней иначе, и проще, отличить его от мышления, там, отличить от чувства, и проще, и проще. Многих вопросов надо будет выяснить. Вопрос в следующем состоит, вот с точки зрения ингера, на самом деле, для того, чтобы властная инстанция, на самом деле, да, это именно инстанция, она, на самом деле, может принадлежать, допустим, один человек будет рабом, а другой будет господином. Властная инстанция является господином, и именно он пресекает нежелательные для него генерации раба. То есть не сам раб себя у собой управляет, а господин им управляет, да. Допустим, можно взять другой пример, вот станок, у станка есть какие-то генерации, включили станок, он начал что-то там делать, кто управляет станком, я управляю станком, это волевой инстанцией, как появляюсь я, я его, даже если это не человек, а просто генерирующий станок, да. Все что угодно, генерирующая установка энергии, вот генерируется энергия, кто управляет ей, я подключил провода и направил эту энергию в определенное место. То есть на самом деле везде речь идет о том, что есть две инстанции, а не одна. Одна инстанция, которая, собственно, производит энергия, а другая инстанция, которая ее управляет. И воля, на самом деле, вот я предлагаю эту модель рассматривать, да, она является именно вот такой инстанцией управляющей, она сама ничего не генерирует. Но вот тот пример, который ты говоришь, что одна генерация побеждает другую, это пример, когда на самом деле инстанция воли с собой не справляется, да, когда она не может овладеть целостью организма, да. Когда человек с собой не владеет. Гнев, например, настолько силён, что просто весь человек ничего не может сделать, он просто действует. Да, бывает, что гнев национальность настолько сильна, что побеждает именно этот вопрос. Потом национальность даёт себя за волю, а никого воли нет. Нет, послушай, вопрос не состоит в том, что человек всегда волей будет. Вопрос состоит в том, как работает воля. Воля является где-то панацеей от всех генераций. Может случиться такая генерация, что люди же друг друга убирают. Подождите, послушай, речь идёт о другом. Я не понимаю, что... Людей различил волю и генерации по принципу. Одни производят энергию, другие управляют. Управляют, да. Он, Игорь, говорит, что, а может быть ты не прав и не существует вообще управляющего принципа, а существует только генерирующий и они с друг другом. Хорошо, а как? И один генерирующий побеждает друг друга. Вопрос в том, что если бы это было так, я же ещё раз говорю, тогда невозможно было целенаправленное действие. Действие с точки зрения цели. Потому что цель, на самом деле, мы ставим совершенно абстрактно любую цель поставить. Какую-то вообще непонятную. Какую-то космическую цель. Ну что? Генерация не происходит. Какой генерации бывают? Генерация же не только... Ещё раз объясняю. Если бы мы жили с видом тем, что побеждал бы сначала один какой-то импульс, потом другой, потом третий, мы просто были бы хаотическими существами. А может быть так ситуация, что один импульс постоянно побеждает? Ну я понимаю, что тебе это... Просто возражение твоё, оно не соответствует реальности, как мы устроены. Мы, на самом деле, устроены и порядочены. Мы, на самом деле, это организованы. Мы, действительно, как бы, следуем некому роду принципу и можем ставить цели и их достигать. Это противоречит тому, что сначала мы владеем один импульс, а потом другой. Это означает, на самом деле, что действительно... Например, животные действуют, как ты говоришь. У них сначала один импульс, увидели это еду другой импульс, увидели это препятствие либо врага третий импульс, и, как бы, они всегда живут, как бы, непосредственно реагируя на те, как бы, ситуации. А какой-то... Подожди, а человек... Подожди, подожди. А человек может остановить... Он видит ситуацию опасности? Он может остановиться, да? Вот благодаря вот задержке своей генерации, да? Вот он испугался, но он свой страх остановил, да? И не сразу действует. А может успеть подумать, на самом деле. Как бы, и использовать другую... И действует по-другому. Только человек такой. Как шимпанзе или какой-нибудь крокодил? Да, подожди, ты не прав. Есть буддисты. Они остановились всей генерации. Вот это здорово. Я за такую вещь... Я и говорю, что настоящий волевый человек ничего не делает, как бы. Да, да. По-настоящему. Еще раз говорю. А этот человек, который что-то действует, в цели стрематься, это на самом деле генерация. Подожди, ты на самом деле не путаешься. Я не говорил ни про никаких волевых людей. Я говорил про то, как воля работает. Понимаешь? Сразу понятие. Воля всегда работает, на самом деле, как ни странно, как отрицание. Если мы посмотрим, на самом деле, всегда воля работает, как отрицание. То, что я говорил, как бы, про взращивание, это что означает? Подожди. Это означает, что всегда отрицается одно и, как бы, разрешается другое. И это разрешаемое другое со временем, оно вырастает. Если, допустим, как на любое научение, всякое научение ведь так и устроено. Мы, на самом деле, запрещаем себе там лежать на диване, там, да и, как бы, идем там и занимаемся спортом. И когда занимаемся спортом, мы становимся более сильными, ловкими и прочее. Так вот работает воля. Я не говорю про волевых людей, я вообще таких вещей не говорю. Я просто говорил о том, что воля работает как управление, как постфактум. И всегда работает постфактум. И она ничего не порождает. Она только работает с тем, что есть. В этом проблема, на самом деле, человека, как существа. В том смысле и моральности. Потому что он, человек, если хочет быть моральным, то, на самом деле, он должен одновременно в себе идти и заботиться о генерации, которые, допустим, противоречат этой моральности. Потому что, если он будет ее искоренять, он просто корень жизни будет. Задача, не в этом проблема. То есть, в этом проблема, ну, как бы, ты неправильно ее столкнуешь. Вот, допустим, моральное, как бы, установление воли, допустим, сострадает другим людям. А генерации такой нет. Да. Такой нет. И вот, вот проблема. Да, согласен. На меня так. И надо как бы подвести некого рода генерации, которые у нас существуют, да, как-то там… Да невозможно. Надо именно идти туда, где она появится. Извините, тут уже не получится за счет тщеславия. Нужно, чтобы она была. Почему? Можно за счет тщеславия. Другие сочувствуют. А я нет, блин. Как так? Я такой миф фантастический и… Ребята, подожди. Я читал описание. Там сочувствовало не там, что кто первый пройдет в дверь, то тут и старше. Там, наоборот, кто пропустит другого человека, то тут и более специальное положение. Ну, вот как-то вот такое. Иначе было все. На самом деле, еще я хотел сказать, что тут-то, когда мы так говорим, подразумеваются некого рода отдельные акты. Да, и как бы так, в целом, картина какая-то кажется шапкой. На самом деле, мы, в принципе… Вот, например, как мы научаемся ходить? Мы просто вот ведем, ногами перебираем, как бы падаем, встаем, как бы пытаемся найти момент равновесия там и прочее. То есть, на самом деле, мы научаемся управлять самим собой, да, и управлять своими генерациями точно так же. Это процесс очень долгий, да, это процесс, как бы… Вот он как вот хождение, его никак не описать, как это происходит. Это не нельзя указать, что вот просто я что-то там отрубаю и все. Это вот некое вот внутреннее какое-то умение, да, которое не поддается описанию словесного. Точно так же, как умение ходить там, умение там, глотать там и прочее там. Ну, много очень умений, которые… Ну, глотать на самом деле инститивно, наверное. Ну, в общем, те умения, которые мы в тот период жизни научаемся, точно так же воля – это некое умение, которое невозможно вот рассматривать в отдельных актах. Это умение многообразное, многосложное. Но единственное, что в принципе вот такого просто… То есть мы относимся к самим себе, как вот такая инстанция, которая управляет своей генерацией. – То есть ты оправдал всех администраторов? – Да-да-да. – Нет, я не оправдал. Я же чем сказал? Я же объяснил, что администратор – чем проблема? – И главная цель оправдывается… – Нет, в чем проблема… – В чем проблема… – Любое власти, любое администрирование. – Отправдывается в том, что они генерируют. – Значит, для того, чтобы чем-то управлять, нужно полем генерации. – Нужно, чтобы она была сначала… – Почему проблема нашего государства? – Генерации нет. – Чтобы можно было это государство благоустроить, сначала, чтобы генерации было много, заводы стояли, фабрики работали, и так далее. Чтобы можно было взять эти все ресурсы и направить… – А где у вас русская идея такова? – И с русской идеей… – А то есть, если как бы… – Сначала, да, сначала должны люди, материал человеческий должен быть хороший, для того, чтобы из этого человека можно было увидеть что-то такое, что можно было с ним сделать. Должна была генерация сначала, да? – Для того, чтобы потом из этой генерации… – Я бы чудовищно не повезло. – Нет, подожди. – Потому что можно было ее воспитать. Дело не в том, что чудовищно не повезло. Я не об этом говорю. Я, в принципе, говорю, что везде… – Везде мы должны пользоваться тем, что есть. – У нас есть некие ресурсы. – И мы эти ресурсы, какие есть, так и есть. – Мы можем сделать из них только что-то. – Мы можем как-то их администрировать. – Администрирование не может… – То есть, это управление, оно не может создать генерацию. – Оно может только и контролировать ее, канализировать. – А вот… – А это как бы классика. – А теперь мы обращаемся, допустим, к постклассической ситуации, когда вот потребности вращиваются, когда… – Ну, мартфитинг и все эти движения состоят не в том, чтобы узнать, каковы потребности рынка, а в том, чтобы эти потребности породить. – Понимаешь? – Ну, вот если экономически… – И смотри, если мы берем всю рекламу, на что педалирует вся эта реклама? – Она педалирует на определенного рода нашей генерации, там… – Это сексуальный, там, как бы, там… – Пищевой и прочее, да? – Причем чаще все примитивный. – Нет. – Для того, чтобы вывести нас через какие-то там красивые женщины, что-то там ходят, там… – Вот, 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 вот как раз… – Чтобы вывести нас на то, что нам хотят предложить. – Вот, вот, вот это как раз неправда. – Тебе продают йогурт, а показывают счастье. – Вот, что происходит там. – Тебе показывают счастье, вот, какой-то берег, там, понимаешь, женщину, но дело не в сексуальном подтексте. – Вот, ветерок этот, да, то есть, беззаботность полная. – Тебе продают идею. – Вот. – То есть, предлагают идею, показывают идею, а продают йогурт. – Вау. – То есть, все ровно наоборот. – Что-то я не понимаю, в чем наоборот. – Ты говоришь, что, как бы, обращаются к примитивным генерациям. – Нет. – Я говорю, часто обращаются к примитивным генерациям. Вообще говоря, обращаются к рекламе практически всегда наоборот. Что наоборот? Обращаются не к примитивным генерациям. Я даже не знаю рекламу, которая к примитивным генерациям. Да. Как это? Я даже подумал, где ты, когда ты голоден, ты не ты, когда ты голоден. Хорошо, а как? Продают станок, а на станок опираются красивые женщины. Причем есть женщина и станок. Я знаю, ты такую рекламу видел на этой станке. Я такую рекламу видел. Я не пытаюсь обсуждать рекламу, я просто указываю на самом деле, что для того, чтобы что-то продать, это то, чтобы, как ты говоришь, зарастить какой-то там новую цель, что такое желаемое? Что такое желаемое? Это некая новая цель. Для этого надо на самом деле опереться на то, что есть. Есть какие-то у тебя устремления изначальной генерации? Есть, а вот на нее опереться на то. Есть. 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 Есть.